Тема нашего сегодняшнего вебинара – это оформление рабочей документации в Autodesk Revit с помощью нового Ritec PowerPack 2022. Не так давно вышел новый релиз, и, соответственно, в связи с этим мы решили выпустить еще один вебинар. Давайте пробежимся. Начнем с того, что мне хотелось бы представиться. Кто-то из здесь присутствующих со мной знаком лично, кто-то уже был на моих вебинарах, кто-то, возможно, впервые. Меня зовут Юлия, я являюсь ведущим специалистом технического отдела по направлению конструкции и по совместительству я являюсь продакт-менеджером плагина Ritec PowerPack для релиз. Перед тем, как мы приступим к теме нашего сегодняшнего вебинара, мне хотелось бы выделить три таких момента, которые, наверное, напрямую относятся к плагину PowerPack, но несколько косвенно, непосредственно к теме нашего вебинара. Но, тем не менее. Во-первых, как я уже сказала, вышел новый PowerPack для Revit 2022. Подходит он для Revit 2021 и 2022. Соответственно, если вы являетесь пользователем одной из этих версий, либо в ближайшее время планируете переходить, то этот плагин вам будет доступен в полном максимальном функционале. Конечно же, есть версии для предыдущих версий Revit, но там несколько будет отличаться непосредственно функционал, который вам будет доступен. Каких-то функций может не быть, какие-то могут быть в неполном составе. Второй момент, который я бы хотела выделить, это некий такой бонус для всех подключившихся сегодня. Это возможность протестировать данный плагин абсолютно бесплатно, без каких-либо ограничений, полноценной версии. То есть мы решили предоставить вам такую пробную демо-версию без ограничений на полтора месяца. Всем участникам вебинара, после вебинара будет отправлена инструкция, как воспользоваться данным бонусом. Конечно же, если есть жилая. И, наконец, третий момент. С 1 сентября 2021 года стартует акция для ГУСТ. То есть если здесь присутствуют преподаватели, либо студенты, то это, значит, вам будет интересно. Подробности, не буду сейчас вдаваться в подробности, да, можно перейти по ссылке и, соответственно, более детально познакомиться с данной информацией. Теперь давайте перейдем непосредственно уже к программе нашего вебинара. Если вкратце, то я выделила несколько пунктов, по которым мы сегодня прибежимся. Ну, во-первых, это новый интерфейс плагина. Я не буду вдаваться в какие-то огромные детали, да, но, тем не менее, хочу его затронуть. Те из вас, кто ранее уже знаком с плагином, соответственно, для них это будет, да, наверное, максимально актуально. Ну, те, кто новички, наверное, под вопросом, но, тем не менее, я тоже хочу озвучить. Есть несколько реально классных вещей. Двусторонняя связка Revit XL. Это, конечно же, не новый инструмент, но, тем не менее, там тоже есть несколько новых нововведений, да, масло-масляное. Но, про которые я бы хотела сегодня рассказать и еще раз затронуть данный инструмент, так как он действительно интересный и полезный. Система общих параметров. В данном случае данная группа надстроек тоже получила ряд нововведений, о которых мне бы хотелось сегодня вам немножечко рассказывать. Поговорим про размеры, поговорим про некий новый инструмент, локальное сечение, раньше его не было. Затронем новый механизм оформления рабочей документации. Это несколько больше уже для конструкторов, да, если вы работаете с армированием, с железобетонными конструкциями, то этот момент вам однозначно будет интересен и полезен. Ну, и немножечко затронем улучшения для армирования. В рамках текущего вебинара я не стала ставить цель рассказать вам про все нововведения, так как их на самом деле достаточно много. Да, ну, делать такой, например, совсем обзорный вебинар я не стала. Тем, кому будет это интересно, можно перейти тоже по ссылочке, и там вы получите достаточно такой большой документ, в котором будет предоставлен полный список нововведений в соответствии с той версией, которая вас интересует. Давайте начнем с нового интерфейса плагин. Хотя, наверное, вот один момент такой важный, да, я немножко пропустила. Смотрите, если у вас появляются какие-то вопросы по работе отдельных инструментов, да, либо в целом у плагина, пишите их в чат, я периодически буду туда поглядывать. Либо в конце, да, то есть уже пробежимся по всем вопросам. Новый интерфейс. Те, кто уже знаком с плагином, да, помнят, что у нас была лента с некими такими разбросанными инструментами, да. В целом группировка однозначно была, да, то есть, да, хаоса, конечно же, не было. Но теперь разработчики несколько пересмотрели данный инструмент, да, пересмотрели интерфейс. И, во-первых, появились новые функции, да, их каждый раз становится еще больше и больше и больше. И была пересмотрена группировка инструментов. Теперь она стала еще более интересной, более комфортной, более удобной. Второй момент, который, ну, наверное, такой максимально важный для всех пользователей, это появление дисциплины в настройках ленты. То есть, раньше мы могли включать какие-то инструменты, отключать, да, но делалось это вручную. То есть, те инструменты, которые нам не нужны, мы просто убирали галочки, и они у нас улетались ленты. Теперь разработчики немножко поработали для нас, пользователей, и сделали данный инструмент, да, настройки ленты еще более таким удобным, быстрым. То есть, теперь вы, во-первых, что вы можете сделать, вы можете включить только доступные вам функции. Плагин представляет собой несколько групп инструментов, да, при приобретении, там, три группы, три пакета. И, соответственно, при приобретении, там, не максимального пакета у вас раньше отображались все инструменты. То есть, и которые вы купили, и которые вы не купили, да. То есть, рабочие инструменты, они работали, нерабочие говорили, что, ну, не хватает непосредственно уже прав, да, не тот пакет. Теперь этого можно избежать, да, поставить вот такую галочку, вы будете видеть только то, что действительно вы захотели приобрести, да, и с чем вы действительно работаете. Второй момент – это дисциплины. Появился набор дисциплин. Чуть позже я покажу это уже непосредственно на интерфейсе Revit. Появился набор дисциплин – это архитектура, инженерия, моделирование, да, все дисциплины. Опять-таки, пользовательские, конечно же, остались, которые вы можете, там, быстренько пересчелкнуть, и вы увидите, что лента несколько модернизировалась, а если быть точным, то с лентой улетели те инструменты, которые вам, ну, в рамках той или иной дисциплины считается, что они вам не нужны. Да, если подвести итоги, то была произведена глобальная реорганизация ленты, теперь вы можете отображать только доступные инструменты, и, наконец, группировка по дисциплинам. Такие три момента, которые являются, ну, в первую очередь добавляют удобства в обращении с плагином, ну, и, соответственно, экономят наше время в поиске того или иного инструмента. Двухсторонняя связка Revit XL, я покажу, на самом деле, чуть позже ее уже на практике, в Revit. Возможно, у вас появятся какие-то вопросы. Соответственно, что она делает? Это инструмент, который позволяет связать Revit и Excel, причем связать с точки зрения выброски какой-то информации из Revit в Excel. Это, конечно, тоже можно сделать, но здесь идет и обратная связь. То есть вы выгружаете информацию из Revit, можете ее передать, не знаю, коллегам, сменщикам и так далее, это, конечно, можно сделать. А можете ее дополнить той информацией, которая не была заполнена в Revit. Иногда это сделать быстрее и удобнее все-таки в Excel, да, там есть форму, там есть Ctrl-C, Ctrl-V, да, там можно пакетно это все быстренько сделать. Ну, в данном случае Excel, конечно, поудобнее, чем спецификация в Revit. И, соответственно, вернуть эту информацию назад, и вы получите заполненные параметры тех или иных компонентов, и уже можете продолжать с этим работать. Из нововведений. Теперь данный инструмент, начиная с 22-й версии плагина, да, если мы говорим про Revit, это 21-22 Revit, теперь нам доступна возможность выгружать не только те компоненты, которые есть в текущей модели, но и те компоненты, которые у нас есть непосредственно в связи. Да, если у вас подгружена какая-то связь, вы тоже можете ее учитывать, либо не учитывать при выпуске. Такие-то ваши права. И, ну, на самом деле, это инструмент, который появился еще в предыдущей версии, но я здесь тоже хотела бы его отметить. Это возможность контролировать изменения. То есть, когда вы возвращаете, да, так называемую ведомость из Excel в Revit, возвращаете ее назад, вас программа предупреждает о том, что там что-то изменилось. В данном случае, да, будут такие вот треугольнички, да, значит, чем больше изменилось, тем и больше. Здесь у вас будет полный список изменений, и по умолчанию у вас непосредственно будет отображаться, что хочу взять значение из Excel и принять Revit. Но, тем не менее, перед экспортом вы можете это переопределить, если вы этого делать не хотите. То есть, да, некий такой контроль того, что там изменилось. Система общих параметров. Это интересный инструмент, он на самом деле такой многогранный, я бы сказала. То есть идея следующая. У вас есть непосредственно группа общих параметров, которая заполняется автоматически. Что туда приходит, ну, здесь, наверное, уже нужно смотреть, да. То есть у нас есть понятие, там, высота колонны, ну, где-то это системный, где-то это общий параметр, да, в зависимости от того, какой семейство используется. Есть значение высота стены, но это однозначно системный параметр. Толщина стены, да, это тоже системный параметр и так далее. То есть здесь вам плагин представляет, он принудительно не будет этого делать, если вы не захотите. Но если вы захотите, то он добавит вам эти параметры и в дальнейшем уже будет их автоматически обновлять. То есть вы сможете использовать эти параметры уже, на самом деле, везде. То есть это, ну, как правило, это общие какие-то спецификации, да, спецификации по нескольким категориям. Это марки, да, это, что еще? Ну, наверное, в первую очередь, я бы сказала, это важно именно для ведомости, для спецификации, да. То есть здесь у нас, ну, уже нет такой явной необходимости привязываться к какой-то конкретной категории, чтобы поймать стандартный системный параметр. Здесь мы несколько от этого уходим. Да, ну, в принципе, это, наверное, такая дублирующая часть параметров, которые, ну, так или иначе, да, стандартными инструментами я это можно вытащить. Помимо этого, есть еще несколько других групп параметров. Ну, в данном случае я как-то затрону две группы. Это координаты и это уровень перемычки, либо отметка отверстия, да, если таким нашим же юмором. Давайте начнем с отметки непосредственно, с координат непосредственно уже существующих компонентов модели. Вот здесь на скриншоте у меня приведены несколько колонн, да, и если мы захотим вытащить координаты этих конструкций, да, то вам необходимо воспользоваться инструментом, добавить этот параметр, принудительный плагин ничего без вашего ведома не добавляет, если вы не захотите, добавить этот общий параметр непосредственно в модель. Да, вот они здесь появляются в свойствах. Три параметра непосредственно относительные, да, координаты, и три параметра это абсолютные координаты. Добавляем их в модель, и они у вас автоматически привязываются к конструкции. Все дальнейшие манипуляции, да, с этой конструкцией, они приведут к автоматическому обновлению вот этих значений. То есть здесь за этим следить не нужно, эта информация есть, и ее активно не будет. То есть, да, вы в любой момент можете выгрузить там координаты, ну, допустим, свайки, да, координаты фундаментов, координаты колонн, ну, или каких-то других групп компаний. Это, опять-таки, общие параметры. Общие параметры мы знаем, что мы можем вводить везде, да, то есть это спецификация, это марка, это, ну, не знаю, где еще, фильтры, да, где угодно. Ну, в первую очередь, это ведомости какие-то, да, и это маркировка на виде, на плане. То есть здесь параметры есть, значения есть, выводим, трудностей никаких не должно быть. И из нововведений, да, в данном случае, по просьбе наших заказчиков, да, наших клиентов, пользователя непосредственно данного плагина был добавлен некий такой выбор, да, выбор того, какой тип параметра будет добавлен. Будет это длина, либо будет это текст. Да, все сталкивались, кто работает непосредственно, да, с параметрами, семействами, тип данного, длина, текст, ну, и, наверное, другое количество групп, но мы сейчас не будем затрагивать. Зачем вообще это было сделано, да, то есть, ну, длина или длина, текст и текст. У ревита есть такой, наверное, нюанс, с которым сталкивались, ну, думаю, что многих, наверное, не все, но многих. Собличается он в следующем. То есть, когда вы работаете с группами, если вы не работаете с группами, наверное, вам все равно, в принципе, да, будет это длина, либо текст. Я думаю, что здесь разницы никакой абсолютно нет. Если вы работаете непосредственно с группами, то здесь возникает такой некий нюанс. Когда параметр пытается запомниться, да, и в разных группах находятся ваши разные сваи, ну, понятно, что у них разные координаты, но ревит начинает ругаться, потому что он не может этого сделать, да, длины, есть такие ограничения по группе текста, этих ограничений, а самом деле, нет. Да, ну, там есть вариант выбора, будут они или нет, но здесь мы уже вольны не разбивать эти группы, да, игнорировать их, но, тем не менее, получить то значение, которое нас интересует. Поэтому на ваш выбор, да, можем выбирать либо первый, либо второй вариант. Группы есть, скорее всего, такой текст. Групп нет, без разницы, наверное, это будет. Второй интересный инструмент, который появился, на самом деле он появился несколько раньше, достаточно старый инструмент, но в рамках текущей версии данный, это опять-таки параметр, данный параметр, он теперь автоматически обновляется. То есть раньше приходилось нажимать на кнопочку, да, и вы, соответственно, видели эти обновления на весь проект. Теперь этого делать не нужно, а теперь он автоматически обновляется. То есть изменили, переместили отверстие, да, изменили его отметку, вот это значение у вас автоматически изменилось. В данном случае у нас добавляется два параметра, это отметка низу и отметка вверх отверстия. Соответственно, опять-таки, это общие параметры, которые мы можем вводить везде. Установка размера. Тоже не совсем новый инструмент, но здесь были произведены некоторые такие модерны, ну, некоторые обновления, да, некоторые новшества тоже появились. Во-первых, по умолчанию, вообще, что это за инструмент, да, я, во-вторых, что часть из вас с ним уже знакома, но те, кто еще не сталкивался, я о ней немножко расскажу. То есть у нас есть какой-то вид, какой-то план, разрез, да, и мы хотим его образмерить. То есть стандартно мы выбираем инструмент, там, цепочка размеров, да, либо отдельные размеры, и начинаем доставлять этот размер. Здесь в данном случае плагин предлагает, предлагал раньше нарисовать обычную нутативную меню, которую потом пакетно выбирали, там, 10-20 дней нарисовали, рамку выбора выбрали, и они у вас автоматом преобразовались в размерные цепочки, которые образмеривали все, что попадалось им в пути. Ну, либо то, что вы вот здесь вот галочками отметили, да, то есть иногда нужно образмерить все, а иногда только какие-то определенные группы конструкций. То есть пересекло, значит, образмерим. Теперь появилось два обновления, да, ранее были выделены в рамках образмеривания не все категории, да, то есть по умолчанию были выделены не все категории, то можно было изменить в конфигурациях, но тем не менее по умолчанию выделялись там, наверное, количество категорий, я, честно говоря, точно не помню, как именно. Теперь выделяются все. То есть по умолчанию, если вы никаких манипуляций производить не будете, у вас будет образмерено все, что пересекает линии, стены, колонны, палки, перекрытия, и так далее. Второй момент – это то, как он несколько, как он работает. То есть если ранее я говорила, что мы рисуем антативную линию, которую потом преобразовываем, да, в цепочку, то теперь этого делать не нужно, теперь мы запускаем плагин, линию мы все-таки рисуем, да, но это уже в рамках работы инструмента, и без, уже в рамках, вот такая некая невидимая линия, да, она так подсвечивается серым цветом, видна, ну, я покажу на самом деле чуть позже, наверное, больше не буду углубляться. Ну, и, конечно же, выбор тех или иных стилей, размеров, да, которые вы планируете использовать. Обращаю внимание, что больше, даже не больше, наверное, 99% того, что делает плагин, он использует, ну, где-то он добавляет какие-то свои аннотации, да, там, параметры марки, он приносит это с собой иногда, да, но по большей части вы, он использует то, что уже есть шаблон, да, очень часто меня задают вопрос, а с каким шаблоном работает данный плагин, да, вот, там, у нас в ТДС, у нас, там, свой личный шаблон, а мы вообще еще не знаем, да, какой у нас будет шаблон, то есть он работает со всеми. То есть здесь нет привязки к какому-то конкретному шаблону, то есть есть определенные инструменты, которые максимально подстраиваются под то, что у вас есть в шаблоне, если этого нет, то, ну, как правило, стандартными инструментами, да, создания семейств, корректировки семейств, вы это добавляете. Новый инструмент, локальное сечение. Тоже покажу нам в практике, что он делает. Он берет на плане, на виде, непосредственно то, что у вас там есть, да, допустим, у нас есть стена, у нас есть перекрытие, там ниже у нас балочка, да, располагается, он, соответственно, все это дело берет и устанавливает вот такие вот элементы, да, сечения, ну, некие такие 2D-элементы, да, этих так назовем, да, это 2D-братка, одна видение, чего было. Вот, но она обновляемая, да, и она отображается в масштабе, отображает то, что у вас есть непосредственно, да, если бы вы вот, допустим, в этой зоне, в этом месте установили разрез. То есть балка, да, значит, там еще будет такая балочка. То есть перекрытие, стена, стена, допустим, там либо балка, либо колонка, либо что-то еще. И данные непосредственно элементы, они, данные элементы узлов, они имеют возможность, да, образмериваться. То есть если вам нужна чистая визуализация, то будет так. Если нужны еще какие-то размеры, то, соответственно, тоже можно быстренько автоматом поставить. Я покажу. Ну, кстати говоря, здесь мы видим настройки, да, то есть каким образом это устанавливается. Во-первых, мы можем выбирать, насколько у нас данные, ну, в каком масштабе, да, данный элемент у нас будет отображаться на виде, и как он будет выглядеть. Будут ли у нас там располагаться размеры? Не будет, да, и для каждой группы, категории, конструкции мы это делаем настройки. Новый механизм автоматического создания рабочей документации. В данном случае этот инструмент, на самом деле есть два инструмента, да, по автоматической генерации видов и автоматическому расположению их на листе. Это первый инструмент, он не касается армирования, да, то есть он для всех, он там доступен в первых пакетах. А вот что касается непосредственно вот того инструмента, который я сейчас, сейчас, да, и чуть позже, по-другому, верите, буду демонстрировать, это инструмент для конструктора, для проектировщика, работающего непосредственно с железобетонными конструкциями, с армированием по большей части. То есть вы выбираете конструкцию, у вас генериционное количество видов, они автоматом попадают на лист. В целом, наверное, сейчас. Вот. Из нововведений появился такой целый набор конфигураций, раньше их не было, да, то есть теперь вы можете создавать неограниченное количество прям конфигураций, да, у меня здесь конфигурация 1, конфигурация 4, такие сложные названия, но их на самом деле можно называть как угодно, да, чтобы вам было понятно. И вы там же выбираете, какие виды будут создаваться, в каком масштабе, будет ли к этим видам применен какой-то шаблон, либо нет, да, и, соответственно, вот по такой структуре вы потом можете уже автоматом генерить, непосредственно уже создавать листы, и там же будут у вас появляться виды. Да, вот, кстати говоря, один из наборов конфигураций, да, то есть вид в плане, разрезе, масштаб, да, каким образом он отображается, и так далее. Основная надпись есть, нет, спортификация есть, нет. И, помимо этого, было добавлено энное количество нововведений и улучшений касательно армирования, да, то есть исправлены там какие-то ошибки, усовершенствованы, опять-таки, по просьбе пользователей, там, какие-то отдельные инструменты, да, то есть такой прям достаточно большой список нововведений с точки зрения армирования у нас тоже был произведен. Но так как у нас сегодня такой некий общий вебинар, да, то я буду стараться не затрагивать каких-то определенных специалистов, да, там, архитекторов, конструкторов, инженеров, вот, а больше, скажем так, показать инструменты максимально для всех, ну, иногда, конечно, простят меня архитекторы, чуть-чуть углублюсь в конструкцию. Давайте посмотрим, есть у нас какие-то вопросы. Доступен ли плагин 2022 для владельцев лицензии 2021, да, доступен. Соответственно, здесь у вас поступок, то есть ваша лицензия, она автоматически будет подхвачена, вот, дистрибутив, ну, на самом деле все слушатели, в любом случае, получат ссылку, да, там, на таблицу получения, и там будут также у вас указаны ссылочки на инструкции, где вы можете посмотреть, да, найти новый плагин, либо просто на официальном сайте Грайтек можно скачать новую версию, установить ее, и лицензия у вас автоматически останется, она будет. Так, ну, давайте немножко уйдем от текста. Чуть-чуть я вам сейчас покажу то, о чем я так долго и серно говорила. Смотрите, во-первых, да, те, кто не знаком с плагином, при установке у вас появляются три вкладки. Это вкладочка Powerpack, это вкладка Powerpack Detailing, и это вкладочка Powerpack Design. Powerpack это такие стандартные, ну, не то чтобы стандартные, но, наверное, универсальные, максимально универсальный набор инструментов для всех, да, то есть здесь же у нас параметры, здесь у нас Excel, здесь у нас менеджер семейства, треггер работы, классная вещь, размеры, да, документация и так далее. То есть это все здесь. Powerpack Detailing – это инструменты для конструктора, непосредственно, если вы работаете с железобетонными конструкциями, и занимаетесь армированием, то это вот как раз ваш такой инструмент. Powerpack Design мы сегодня вообще затрагивать не будем, это опять-таки инструменты для конструктора, но в связке с 2D Design, это еще один наш продукт, там идет автоматическое генерирование форматуры по усилиям и так далее, мы это сегодня не затрагиваем, да, так для общего, скажем, обзора тех, кто не сталкивается. Давайте начнем, наверное, со следующего, в данном случае. Хотя, хотя даже, наверное, я вот так вот сделаю сейчас. То есть если я, начну я с общих параметров, да, с группы общих параметров, во-первых, что это такое, где они находятся, да, сейчас я их покажу. То есть если я выделю колонну, то у меня здесь уже, ну, на самом деле, добавлен старый, ну, старый такой шаблончик, достаточно, да, уже есть какие-то параметры, есть. Ну, если вы ранее в этом шаблоне или в этом проекте, да, не просили добавить соответствующие какие-то параметры, то у вас их здесь не будет, так и не добавляться. Мы переходим непосредственно в вкладочку Powerpack, да, на ленте и ищем соответствующий набор инструментов. Если этого набора инструментов нет, да, то в связи с новыми нововведениями обращаю внимание на дисциплины, да, с которых, наверное, я и начала, в принципе, нашу встречу сегодня, да, мою презентацию. То есть мы видим, что архитектура, обращая внимание, да, список сильно уменьшился, там, инженерия, список уменьшился, допустим, да, еще одна группа инструментов и так далее. То есть мы видим, что список определенных инструментов уменьшается, но тем не менее, да, значительная часть инструментов, они такие являются универсальными, да, то есть для всех. Соответственно, ищем непосредственно параметры, да, добавить параметр, и вот здесь у меня отображается группа параметров, которые я могу использовать. Список несколько меньше, если вы помните, да, того, который в презентации, ну, здесь у меня по умолчанию отключены те параметры, которые, наверное, такие не так часто используемы, да, в рамках обратной связи от пользователей, то есть здесь оставили такие максимально-максимально используемые параметры, которые вы можете скинуть. Ну, во-первых, координаты и уровень, да, это то, о чем я, в принципе, здесь говорила. И если я выделяю колонну, да, ну, точнее, старые параметры, это от старого плагина еще остались, проект тянется, да, от плагина плагина, поэтому сейчас у вас этих параметров по умолчанию не будет. Если вы раньше не использовали, если использовали, то просто можно это сделать. В рамках интересных общих параметров, да, и в отдельных параметрах. В том вот формате посмотрим на параметры. Ну, здесь у меня координаты нулевые, да, то есть у меня нет абсолютных координат, поэтому здесь и вот этот параметр, да, и параметры относительно абсолютные, они одинаковые. Если я их изменю, то они будут отличаться. Ну, давайте я возьму эту колонну и смещу ее просто рандомно куда-то, и я вижу, что у меня вот здесь значения поменялись, да. Если я выделю эту колонну, да, я вижу, что здесь другие значения, другие координаты. Допустим, для этой колонны это третьи координаты и так далее, да. То же самое для фундаментов, то же самое для свай. Это параметры, которые автоматически у нас обновляются. Соответственно, если нам, допустим, потребуется каким-то образом эти параметры вывести, давайте попробуем их вывести. Вот я создала новую спецификацию, они будут показывать вам какие-то существующие, уже ранее созданные, там, где-то делается 3 секунды, но я думаю, что это будет более наглядно, сам факт того, что они здесь есть. Несущие колонны. Соответственно, да, вот они эти координаты, x, y, и вот эти, да, общие относительные. Ну, давайте одну группу добавим, чтобы сильно не захламлить. Добавлю еще несколько параметров сразу, чтобы потом подемонстрировать еще с Excel, посмотрим, как это все выгружается, как это работает. Ну, пусть будет тип семейства, пусть будет марка, допустим. Ну, и давайте добавим какой-нибудь параметр. Кстати говоря, вот здесь для демонстрации я специально взяла шаблоны ДСК, да, потому что все ранее проведенные мной вебинары, они были проведены на шаблоне ПСС, и каждый раз один этот же вопрос, будет ли там работать. Ну, вот сейчас проверим. Ну, и давайте все вот примечаем, выбираем какой-нибудь параметр. Так, хочу сгруппировать, да, в каком виде. Окей. То есть это может быть обработанная спецификация, да, то есть в том виде, в каком она должна быть. Либо это может быть, то есть, да, такая вот неоформленная, да, то есть не ГОСТовская, обычная, либо прям ГОСТовская по ГОСТу для рабочей документации. В целом здесь без разницы абсолютно Excel, каким образом вы ее создаете. То есть, да, у меня здесь есть энное количество заполненных параметров, да, есть тип, есть марка, которая заполнена, есть параметры координат, которые я могу выкрутить, но есть какой-то пустой параметр примечания. Давайте посмотрим, как это работает. Инструменты, да, воспользуюсь, соответственно, Excel, и добавить новую ссылку. То есть здесь на самом деле два пути. Вы можете использовать какую-то уже существующую спецификацию, существующую ведомость, и ее экспортировать уже в Excel, либо обойти. Это, да, и создать просто набор параметров. Это тоже можно сделать, я чуть позже покажу, там есть инструменты. И, то есть без существования диспетчера спецификации вы можете просто что-то выгрузить. Выгрузить там весь проект, да, с учетом фильтров, без учета фильтров. То есть это все настраивается. В принципе, до дальнейшей настройки, которые мы увидим, они в некоторых случаях напоминают стандартные спецификации. В данном случае можем выгрузить таблицу экземпляров, таблицу типов, да, либо и то, и то будет две вкладочки, два листа в Excel. Я выгружу сейчас существующую таблицу по экземпляру. Вот здесь, обращая внимание, да, мы можем, справа мы видим те параметры, которые есть. Слева, в принципе, все параметры, которые нам доступны. То есть, да, мы их тоже можем сюда добавить. Причем наша существующая ведомость не изменится, но в Excel мы увидим тот или иной параметры. Да, непосредственно есть фильтры. Вот здесь, кстати говоря, включить элементы связанных в файлах. Видите, галочки туда, если у вас есть связи. Вы хотите, чтобы компоненты связи тоже попали в эту ведомость, то здесь нужно галочку поставить. Я на самом деле сейчас не буду ничего менять, да, имя ставлю по умолчанию, путь заставлю по умолчанию, это мои документы, то есть, и просто нажму ОК. Все настройки произведены, щелкаем экспорт, немножко думает, говорит, что все успешно, молодцы. И потом можно перейти вот по этому пути и открыть файлик, либо я, как винивый человек, просто его щелкаю, и он откроется. И вот она, наша ведомость, да, в том виде, в котором она здесь есть. Давайте здесь что-нибудь запишем, а для ископримечания. На самом деле здесь можно прописать там все, что угодно, но я, наверное, не буду сильно заморачиваться и сделаю вот так. Допустим, пусть у нас будет колонна. Прямо формулы возьму здесь, да, скандартная, целевская. Ставим какой-нибудь пробильчик. И, допустим, вот К1. Окей, да. На самом деле, конечно же, здесь могут быть формулы ОКИ-то более сложные, на ваше рассмотрение, да. Они могут там ссылаться на какие-то другие листы, другие таблицы. То есть, либо просто же, да, Ctrl-C, Ctrl-V. То есть, в принципе, здесь все возможности Excel, а вам помощь. Единственное, что я сейчас вот эти формулы перебью на текст, да, то есть формулы я вывел то, что мне надо, и экспортирую уже непосредственно сам текст. Сохраняю табличку. Возвращаюсь в релик, жму импорт. Напоминаю, что у меня вот здесь этот столбец пустой. Говорит, что мы молодцы. И, соответственно, мы видим, да, вот они вот эти изменения у нас здесь прилетели. Я не поставила там галочку «Предварительный просмотр», да, когда у нас появляется такая сравнительная таблица, что с чем изменилось. Вот, ну, в целом, если бы мы ее поставили, да, то появилась табличка, мы бы могли там вот эти корректировки увидеть, отследить. То есть, да, я вижу, что вот он столбец, вот он здесь заполнился, да, если нужно, я все еще могу здесь какие-то изменения произвести, внести, откорректировать. Если я перейду на какой-нибудь вид, да, выделю колонну любую абсолютно, найду у меня параметр, я вижу, что он заполнен. Соответственно, таким образом мы можем заполнить абсолютно любую информацию, да, нас интересующую и уже, то есть не просто, да, где-то отдельно там что-то сделали, там что-то сделали, а сделать процесс таким совместным и уже интегрировать, да, максимальное количество инструментов для автоматизации. Следующее, что я бы, наверное, хотела отметить, это давайте посмотрим вот этот инструмент «Локальное сечение». Это новый инструмент, работает он следующим образом. То есть, допустим, я выделю, ну, вот эти вот две балочки, да, нажму «Enter» и я вижу, что у меня вот здесь появляется непосредственно сечение, да, плита и балк. Допустим, если я посмотрю по этому месту, то я вижу, что у меня здесь стена внизу, стена вверху продолжается, да, монолитная, и вот здесь перекрытие. Если мы посмотрим на масштаб, то пропорции здесь сохраняются, поэтому чисто визуально, да, даже можно отследить какие-то такие явные отличия. Я вам обещала, если не помнится, да, поставить еще размеры. Если мы перейдем в настройки, то здесь есть один пункт «Добавить размер». Ничего не произошло, да, в данном случае Ревит оставляет, если бы точно плагин за нами, выбор. Щелкаем «Обновить», выделяем и обращаем внимание, да, у нас здесь вот появляются непосредственно размеры, которые уже соответствуют, так, что-то я говорю, которые уже соответствуют действительности, да, то есть мы видим, что здесь высота этажа 2800, 200 мм плита, 200 стена, 400 мм, у меня здесь балочка, 600 высота и так далее. Да, то есть такие элементы, опять-таки обновляемые, как мы обнаружили с вами, можно достаточно быстро разместить на «Видим» и уже снимем. Если мы, допустим, попробуем поставить какой-нибудь размер, да, вот инструмент «Быстрый размер», про обновление, в котором я говорила, видите, появляется курсор, который предлагает мне, что-то нарисовать. Ну, возьму вот здесь, допустим, и нарисую. То есть ранее нужно было рисовать прям вот вкладочки аннотации, да, линию, и потом уже рамку выбора их непосредственно уже преобразовывать. Это, в принципе, тоже такой полезный инструмент, да, в любом случае там. Но сейчас это несколько удобнее, но и чуточку, как я сказала, быстрее, все-таки несколько шагов мы пропускаем. Так, ну, допустим, здесь какую-то линию я нарисую, да. Что еще, ну, к примеру, допустим, вот здесь будет, да, ну, эффективно давайте. Escape, escape в два раза и enter. И обращаем внимание, что у меня, да, появились вот такие вот размеры. То есть мы не образмериваем, да, каждый отдельный элемент, мы просто говорим, что у нас должны быть образмерены, да, вот здесь не забываем проставлять те категории, которые у нас должны быть образмерены, да, если мы говорим про стены, если мы хотим, чтобы у нас были образмерены только стены, да, здесь галочку убираем, то есть общая толщина стены, если нас интересует только, интересуют вообще все пересекающиеся, да, какие-то компоненты, которые вот здесь обозначены, то, соответственно, их указываем, и они обозначаются. Ну, непосредственно стиль размера, да, который нам нужен, тоже здесь задается и переопределяется. Да, соответственно, мы видим баночку и так далее. То есть таким вот образом, да, достаточно быстро, в принципе, можно поставить там неограниченное количество каких-то размеров цепочек, да, допустим, там здесь, здесь, я не знаю, где-то здесь, да, и мы видим, что все. То есть это сильно прямо экономит время, упрощает задачу, да, и в данном случае экономим свое время и делаем все быстрее и, наверное, лучше. Так, давайте посмотрим еще на один инструмент, который в данном случае, наверное, тоже такие были проделаны глобальные, в данном случае, изменения, это генерация листов, автоматическое создание листов, автоматическая генерация видов на листе. Этот инструмент, да, я уже сказала, больше к конструкторам. У нас есть несколько другой инструмент, да, он находится, опять-таки, на вкладке ПВП, генерация видов на листе, но работает несколько иначе, и, в принципе, так как текущей версии изменений не было, то я не буду его затрагивать, а есть инструмент прямо для конструктора, который вводит там в ведомости спецификации, да, с учетом армии. Ну, давайте начнем с конфигурации. Да, мы видим количество непосредственно конфигураций, которые нам могут быть доступны, и с которыми мы можем работать, да, конфигурация 1, конфигурация 2, естественно, да, конфигурация 3, если нужно что-то еще создать, да, создаем там сколько угодно этих конфигураций, вот, и потом уже непосредственно настраиваем то, что у нас, да, нас очень интересует, да, это какой-то вид слева, справа, там, сбоку, спереди, да, если нужны добавки, то их добавляем, если нужны, то просто убираем, да, ну, давайте создадим три вида, настраиваем непосредственно тип видового экрана, это стандартные настройки, которые уже есть в шаблоне, привязываем шаблон, который нас интересует, да, масштаб, ну, и непосредственно настраиваем эскизы стержня, да, нужны, не нужны, я пока оставлю, чтобы были, да, значит, еще покажу вообще что-то такое, если не нужны, то просто ставим тип там спецификации, тип ведомости, да, соответственно, здесь, допустим, вот эта, пусть будет ведомость, выбираем какой-нибудь штамп, да, основной надпись, допустим, А2, и ОК, да, эти конфигурации, они привязываются к каждому набору, да, их может быть сколько угодно, для каждой отдельной конструкции, я вот сделаю для колодок, после чего выбираем, генерировать чертежи, причем можно выбрать как одну конструкцию, да, так и несколько, ну, так как я на плане, ну, здесь я вижу только одну колонну, там, на разрезе 3D-виде, да, можно прям сразу все колонны одного этажа выбрать, и они у вас автоматом будут отображаться на листе. Соответственно, здесь выбираем те конфигурации, которые нас интересуют, независимый лист дали в один для всех, спецификация арматуры, нужна, не нужна, да, основная надпись, еще будем создать, посмотрим, что получится. Диспетчери проекта. Так, сейчас, секунду. Мы видим, что у нас, соответственно, да, появился новый лист, в диспетчере проекта, так, у нас ту основную надпись выбрала. Вот так сделаем эту кнопочку по-симпатичному. Появился новый лист, да, соответственно, и здесь же у нас появилась уже конструкция наша, в том, с теми настройками, которые мы задавали, да, то есть тут масштаб, тут шаблон, который нужен, то есть все, что нам нужно, там, доставить какие-то линии обрыва, да, доставить аннотации, маркировки и так далее. То есть такие уже чисто аннотативные 2D-элементы, которые нужны для оформления. Соответственно, здесь мы видим, что у нас появляются какие-то размеры, да, непосредственно привязанные к поперечной арматуре, к подольной арматуре. Появляются эскизы, про которые я говорила. Вот здесь у меня такой простой стержень, да, который без изломов, без изгибов. То есть он вот такой вот здесь скучненький, да. Если бы был какой-то изогнутый, да, было бы немножко поинтереснее. Если мы посмотрим на 2D-вид, то появляются вот такие вот непосредственно эскизы, которые у нас приближаются прямо на 2D-виде. Если я активирую, то я вижу, что это элемент злов, это семейство, которое у нас здесь с вами появляется. Оно автоматически обновляемое, то есть если какие-то манипуляции были произведены с семейством, да, вы автоматически эти изменения увидите, получите, да, сможете их обработать, сможете с ними работать дальше. Соответственно, если нам нужны какие-то, там, не знаю, дополнительные элементы, да, к примеру, мы можем дать, там, не знаю, засечки, да, на конце, допустим, вот этого стержня. Так, нет, не тот стержень я выделила. Да, допустим, вот этого стержня, вот этого, да, то есть тоже нужно их здесь поставить, причем это загружаемое семейство, масштаб, все редактируется стандартными инструментами. Редактирование и разработка семей здесь, то есть каких-то там дополнительных знаний приобретать, да, что-то там нужно узнавать, здесь все стандартными, да, либо там пользовательскими семействами создаются. Инструменты их редактирования, я уверена, что здесь всем отлично, так и известно. Если мы, допустим, там, может быть, хотим какую-нибудь аннотацию поставить, ну, допустим, у меня цифринус, я хочу поставить для этих стержней, допустим. Ну, давайте, да, чуть-чуть за выводство. Соответственно, да, здесь у нас отображается какая-то аннотация, при перетаскивании которой мы видим, что, да, все вот эти вот элементы, да, все эти выноски, они тоже подтягиваются, подхватываются. Причем, как я уже сказала, да, это все семейство, ничем оно особо там не отличается от других, да, если мы хотим выбрать какое-то другое, ну, допустим, позиция, здесь у меня позиция не заполнена, давайте я выберу, немножечко сейчас сократим время, потом там вот этот параметр, допустим, 10, да, видите, она здесь появляется. То есть это вполне себе такая стандартная аннотация, которую мы используем. Плюс ко всему, кому интересно, да, там переходите по ссылке, запись вебинара вам будет отправлена, в целом искать ее особо не нужно, у нас сегодня в течение дня появится на YouTube-канале, там сможете, соответственно, да, эти ссылки, если что, тоже возобновите, пройдите, увидите. Вот, энное качество манипуляций было произведено, да, с настройками непосредственно уже, с конфигурациями для армирования колонн, валов, плит и так далее, да, то есть были добавлены непосредственно, вот если мы говорим про колонны, да, допустим, то вот здесь у нас, ну, если у меня нету арматура, допустим, А4-4. То есть здесь у нас появился инструмент, да, для, естественно, пользовательской раскладки поперечной арматуры, то есть не с постоянным шагом, а с переменными, да, соответственно, каждый переменный, какой-то компонент, группу мы уже можем здесь активно редактировать, корректировать, дорабатывать. А если мы говорим про стены, допустим, то здесь у нас тоже были, я сейчас не затрагиваю все изменения, да, только те, которые мне сейчас вспомнились и которые, как мне кажется, такие достаточно глобальные и достаточно интересные пользовательские. То есть вот здесь, да, я вижу, что я могу менять количество стержней, да, раньше было только количество, теперь у нас еще и появилось возможность задавать интервал, то есть, да, либо количество стержней, либо интервал, то есть вот такие ампуляции у нас тоже здесь появляются. Причем типы арматуры, обращаю внимание, здесь все из шаблона, ничего вкладывать с собой сюда не притягиваем, то есть все это уже есть, да, мы всем этим проактивно пользуемся. Ампуляции с отверстиями, да, с усилением, там, некоторые дополнительные инструменты, да, по, там, разбивке арматурных стержней и так далее. То есть предлагаю, кому это действительно интересно, да, посмотреть вот тот файлик, ссылку на который я вам вот здесь приводила, да, можно, соответственно, перейти и посмотреть. Вот, а если какие-то вопросы у вас будут появляться, то обращайтесь, пишите, да, соответственно, обращайтесь к нам, ко мне лично, да, можно даже, в принципе, позвонить, если будут какие-то вопросы, с удовольствием на них отвечу. Также обращаю внимание, что данная платформа Килогнутом, либо там, на нашем сайте есть ценное количество бесплатных видеоинструкций, видеоуроков, в том числе и видеоролики по плагину PowerPack, которые тоже можно использовать, да, для обзора инструментов и для изучения его работы. А, коллеги, наверное, на этом все.